И мы снова возвращаемся в магические шахматы. Я уже пособирал половину обыкновенных, нормальных сборок. Поэтому сейчас настало время безумных сборок. И сейчас я вам одну из них покажу. Но, честно говоря, она так себе. То есть я уже попытался с ней сыграть один раунд. Я вылетел, по-моему, где-то на седьмом месте. Нет, на шестом месте я вылетел. Соответственно, из этого я делаю вывод, что сборка весьма посредственная. Вот. Она интересная, но посредственная. Короче, в эту сборку входят все призыватели, дух наставник, 10 место для Минотавра. Все стихийники, западная пустыня и эрудиты. Как вы понимаете, урона особо нет. Вот. Удивительно мы победили. Давайте, пожалуй, возьмем скорость атаки. Не знаю, для чего. Нет, я знаю, для чего, но... Так. Убийцы, Империя, Харид, Тигрил. Давайте возьмем Харида, пожалуй, просто поставим его как 10 место. Тьфу, 10. Как дополнительное место, чтобы пока что на данный момент была хоть какая-то синергия. У противников 2 киборги. Два человека собирают киборгов и один небесных. У остальных по-любому тоже есть, просто тут не отображается во время боя. Мы, кстати, проигрываем. Ну, проигрываем мы за счет мии, потому что она в домах вообще не вносит. Собственно, вот видите. Она вот вышла на второе место только за счет того, что Акай с Ланселотом умерли. Так. Подхилимся. Что у нас дальше? Эсмеральда. Знаете, давайте я ее, пожалуй, возьму сейчас. Продам Мию. Попрощаюсь с ней. Потому что она меня просто достала. И поставим вот так вот. И ожидаем, как будет дальше развиваться событие. Что могу рассказать об этой сборке? Об этой сборке ничего не могу хорошего рассказать. Потому что все-таки основу этой сборки составляет Минотавр. Минотавр и Клауд. Но за счет призывателей... Ну, кстати, я не собрал в прошлый раз призыватели. Мне Сан так и не выпал. Короче, тут можно тупо заспамить противников миньонами. И в это время будет просто Клауд всех выносить. Но, с другой стороны, сам Клауд, он будет прыгать в толпу. Если он неудачно прыгнет, то его просто уничтожат. Быстро и безжалостно. Чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Знаете, я, пожалуй... Я, пожалуй, пожалуй, пожалуй... Я не буду его сейчас брать. Потому что... А почему бы нет? Я даже не знаю. Ладно. В общем, можно взять Чу, если все-таки выпадет Диги. Давайте возьмем одного Чу. Просто чтобы был. Или двух Чу взять. Я даже не знаю, на самом деле. Собственно, не важно, сколько мы Чу возьмем, мы все равно проигрываем очень шестоко. Нас просто все подряд выносят. Человек собирает убийц, киборхов. Там Алтай-драконы, Империя, Небесные. Да, они очень приятные сборки против нас играют. Так, тут у нас как? Блин, два человека не могут вынести Сайбра. Это просто поразительно. Так, сейчас должна быть коробка судьбы, да. Что мы тут будем брать? Знаете, ничего. То есть, да, есть Балерик, но... Я его реально не хочу брать. И вот я опять не помню, что дает Золотой Посох и Убийца Танков. Но это мы уже точно не возьмем. Давайте возьмем Золотой Посох. Он нам на Клауде пригодится. Ланселот. Он нам не нужен. Акай. Есть. Еще Акай. Заск. Покупаем место, ставим Заска дополнительно. Скорость Атаки. Базовая Атака неохронично увеличивает скорость Атаки. А, все вспомнил. Что тогда Убийца Танков делает? Она тоже дает скорость Атаки, но вот что дополнительно он дает, я не помню. А мы опять проигрываем. Это неудивительно, потому что персонаж уже по две звезды у людей на персонажах. У меня же такого нет. Так, берем Заска Акай, еще одного получаем. Обновляем. Харид, Эсмеральда. Берем Эсмеральду. Еще одна Эсмеральда остается. Чу. Берем Балерика. Прощаемся с Ланселотом. Харидом. Ставим Балерика. И ставим еще одного Заска. Пока что так. Это было странно, почему у меня ни на кого не накинулся. В принципе, да, это же Физик. У меня сейчас Физиков нет. Кстати, мы потеряли полностью все Синергии. Но при этом мы все равно выносим врагов. Кстати, против кого мы сражаемся? Какой-то тип на... Вот он. Ну, судя по всему, у него тоже нет Синергии. Хотя, как я и сказал ранее, в бою не показывается. Собственно, бой заканчивается. Сейчас обновится раунд, и мы посмотрим, есть ли у него что-то. Нет, у него действительно тоже нет Синергии. Так, персонажи. Тут мне никто не нужен. Получаем второго Заска. Это замечательно. Эсмеральду вторую. Все, дальше мы ее не качаем. Получаем Вэлла, Акая, Диги. Они нам нужны. Ставим Диги. Получаем Призывателей. И покупаем место. Ставим Чу. Ну, Чу, поставься. Очень странно. У нас Чу не поставился. Я просто хотел уже получить... Так, тут мы... Магическая сила, магическая сила. Давайте возьмем вот эту магическую силу. Тут вот это. И вот это. Значит, собственно, Чу поставился. Странно. У меня Чу стоит, но при этом показывает, что его нет. Вот теперь он стоит. Так. Это на Эсмеральду? Нет, это на Заска мы ставим. Это пока что на Чу стоит. Ладно, пускай стоит. Мы просто на него сейчас получили бонус. Стой. Получили Синергию на Эрудитов. Соответственно, у нас есть уже первая Синергия Призыватель. Нам остается только Сан и Воксана. Духи Защитники есть. Вот. И, наверное, знаете, я бы поменял Балерика на Минотавра, но Минотавра пока что нету. Эрудиты. Но тут основной персонаж Клауд. Соответственно, он нам еще не выпал. Вот тут нам нужен... Как раз вот эти четверо нам нужны. Ну, пока что смотрим, наблюдаем. Кстати, мы проигрываем вроде как. Да, мы проигрываем, наверное, не знаю. Да нет, я не понимаю. Выигрываем, проигрываем, черт его знает. Да, мы проиграли. Не, ладно, не беда. Пока что не беда. Противники собирают всех физиков. Заск еще один. Пожалуй, больше никого не будем брать. Или обновить в разок. Один раз обновляю. Еще один Акай. Балерик. Как я и сказал, Смиральду я дальше качать не буду. Так, я хочу посмотреть, что делает Акай. Нет, не Балерика. Твою не Акай, а Балерик. Балерик окружает себя глазами магическими. Хорошо, он делает контроль. А Акай что делает? Ну да, он. Этот. Подбрасывает раз. Ну, тут, тут, тут. Тоже контроль. Странно, столько контролей мы проигрываем. То есть, нет, мы сейчас не проигрываем. Просто в прошлом раунде я проиграл с такой же сборкой. Ладно, вру не с такой же, там у меня немножко с другой. Другая сборка была, там у меня Акай. Почти третий был. Ну, просто похожая сборка. Так вот, я что говорю. Мне просто довольно интересно. Нет, все-таки я там Акай до третьего уровня докачал. Мне просто интересно, почему мы проигрываем с такой сборкой. С учетом того, что тут почти у всех персонажей, которые тут находятся, у них есть контроль, кроме Асмеральды. Асмеральды. Кстати, да, против нас тогда были противники с щитами. А Асмеральда должна была забирать щиты. Знаете, что получается, что дух призыватель, то есть вот эта сборка, вот увеличит физическую защиту стражей на 100. Различных союзных... Короче, суть в том, что вот эта синергия работает только именно на тех призывателях, из которых создана эта синергия. Тут надо бы Минотавра взять. Давайте, знаете, возьмем все-таки Минотавра. Потому что тут и Клауд нужен, и дополнительное место нужно, и от предметов я не отказался бы. Но я возьму Минотавра. И уберу Балерика. Все, Балерик мне не нужен. Еще одного Заска получаем. Продаем Балерика, продаем Балерика, ставим Минотавра, получаем все то же самое. Но при этом мы получаем западную пустыню. И нам остается только Валир и Клауд. Кстати, да, у нас собралось золото, можно пообновлять. Мы получаем Акая третьего уровня. Это замечательно, Балерик нам больше не нужен. Еще обновим. Дикий. Дикий нам пригодится. Тут еще замечательно. Минотавр, Сан. Вот эти два персонажа нам очень нужны. Значит, это мы заюзаем на Минотавра сразу. И нам остается только Воксана для призывателей. Так, мы вышибаем одного игрока из строя. Противников киборги, убийцы. Не успел всех посмотреть, ладно. Так, тут 14. Заюзаем. И поставим. Ты в кого входишь? У нас западная пустыня. Нет, я, пожалуй, поставлю Сана. Но я его поставлю вот сюда вот. Да не сюда, а... Блин. Вот так вот. Да что вы... Что вы... Блин. Пец, промахиваюсь. Короче, все, расставил как надо. Собственно, вот у нас собирается уже энергия призывателей. Мы призываем дополнительного миньона, который за нас сражается. Собственно, пока он за нас сражается, Заск призывает еще одного миньона. Собственно, знаете, вот на данный момент сборка получше. Короче, киборги, убийцы Империя, убийцы, мастера оружия Империя. Это я, убийца Империя Небесная. Блин, с таким успехом, как вылетают противники, такое ощущение, что я не успею до конца собрать эту сборку и показать вам ее полностью. Ну, постараемся. Заск еще один получаем. Так, нам остается еще три Заска. Тут нам никто не нужен. Вот он, собственно, Заск. Знаете, я бы уже собрал Эсмеральду, на самом деле, до третьего уровня, сколько она нам выпадает уже. Ну да ладно, черт с ней. Зато в этот раз нам не выпадает абсолютно Клауд. В прошлое время Клауд просто выпадал. Буквально, ну не скажу, что каждое обновление, но через один-два ролла он точно выпадал. Сейчас он вообще не падает абсолютно. Так, змеи, змеи, змеи. Ну тут нужно брать на Заска что-нибудь еще. Что на стол? И... Щит, физическая атака, физическая атака магии. Так, я бы взял, пожалуй, Когти Хаоса. Все-таки вдруг там выпадет зеркало. Ладно. Пускай пока Когти стоит на Минотавле, он же физикой бьет. Да. Стоп. Ты тоже физикой бьешь, да? Тогда давайте на Сана. Нет. Короче, все, просто обновляем. Собственно, вот Воксана появляется. И я не успеваю выставить Воксану. Да, я не успеваю выставить Воксану. Купил место, но не успел ее выставить. Нас окружили противники, но мы не сдаемся. Аккай очень много дамага вносит. За счет своей ульты. Мы, кстати, проигрываем. Это не очень приятно. Не то, что неприятно, это пипец как неприятно. Ладно, мы купили место. Сейчас мы выставляем Воксану. Опять Эсмеральда. Ну да, я бы ее уже собрал. Ладно, я пока не буду ее трогать. Значит, Акай оставляем на месте. Тут так. Это сюда. Это сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Сан. Сан, Сан, Сан. Сан сюда. Диа сюда. Эсмеральда сюда. Давайте Воксану тогда сюда. Скапка так остается. Валир и Вейл вообще не падают. Хотя они нам очень как бы нужны. Кстати, мы собираем полностью синергию призывать ей. Соответственно, теперь у нас на поле боя мы призываем двух миньонов, которые за нас сражаются. Помимо этого, Воксана призывает человека, который сражается за нас, если убиваем противника. Также Заск призывает миньонов своих. И... И, по-моему, кто-то еще. На счет... Нет, Диа не призывает никого. Он просто контролит. А хотя, знаете, давайте посмотрим. Он бомбу призывает, грубо говоря. Валерик. Получаем третьего Диги. Да неужели? Сан, Минотавр. Минотавр, конечно, вряд ли соберу, но пускай будет. Кстати, давайте заюзаем зеркало на Сана. И получаем еще одного Сана. Хотя, стоило бы заюзать его на... На вот этого вот. На Заска. Когда бы я выбил еще одного. Но я люблю рисковать. И тупить. Очень интересно получается. Очень интересно получается то, что мы просто жестоко проиграли. Это очень интересно и очень неприятно. У нас нету тупо Клауда. Нам нужен очень сильно Клауд. Но у нас нету Клауда. Ладно, возьму дополнительное место. Мало ли, пригодится. Естественно, у нас за все время так не выполнили один Клауд. Берем еще одного Минотавра. Знаете, я сейчас как поступлю? Я разделю их на две части. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Вот так они будут сейчас. Ты сюда. Диги, пожалуй, сюда. И чушка сюда. Валир. Собственно, да. Минотавр еще один стал. Нужно было Валира выставить. Но я что-то затупил. Кстати, у нас собрана синерфия пустыни. Нет, не собрана. Купец, нам нужен Клауд. У нас нету Клауда. И он абсолютно не выпадает. Кстати, зря я вот это поступил так. Потому что вот Ваксану выносят просто на раз-два. Это у него Сабер просто лютый. Он выносит наших всех. Но мы должны вынести, кстати, его. Они не такие сильные. У нас остается Минотавра с Акаем. Плюс еще от Ваксаны сам. Но мы побеждаем. А, нет. Блин, твою мать. Короче, мы тупо сыграли в ничью и, соответственно, вылетели из-за этого. Кто против нас? Кибер-убийца Империя. Да. Собачки. Блин, короче, что я хочу сказать. Сборка не полная. Я... Сборка не полная. Вот и все. Короче, сборка интересная. Она не полная. Не получилось у меня полную собрать. Да, больше сказать нечего. Короче, я огорчен поражением. Ладно, я через пару часов попробую пересобрать что-нибудь. Короче, попробую поискать более интересную сборку. Поэтому оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok